здравствуйте добрый вечер итак мы начинаем кто успел тот пришел сегодня мы поговорим про upline систему работы с клиентами сейчас я включу видео чтоб меня было видно и тогда раз начнем так у меня виснет и и так вот я запустил и теперь можно начинать и так сегодня мы поговорим про upline систему работы с клиентами и так в кабинетах upline находится либо по баннеру на главной страничке то есть можно увидеть баннер который это на главной страничке слов виде слайд-шоу перелистывается вот либо нажать на стрелочку и на баннер кликнуть либо на ссылочку партнером нажать это слева в верхнем левом углу и нажать на upline то есть можно в двух местах найти вот и поговорим про upline и так я начну с того чтобы объясню для чего было придумано upline и начну с того что я предоставлю статистику в сетевом маркетинге это формула продаж как она выглядит мировая статистика это 10 7 4 2 то есть 10 людей скажут что они придут если вы назначаете встречу скажу что придут на вашу встречу реально только придут 7 4 вас выслушают до конца и два у вас купят то есть из 10 человек у вас два человека купят что эта формула говорит эта форма говорит о том что какие выводы можно сделать первый вывод это то что чем больше вот этих людей вы сможете обработать то есть списке знакомых сможете проработать тем больше у вас будет покупателей то есть тем больше вероятность что у вас купят сделают покупку следующее самая главная ошибка новичков это все концентрируются и делают списки с тем расчетом что ищут людей которые купят то есть прямо составляют списки людей и делят на а вот это на это те наверное люди купят эти наверно не купят поэтому я к этим первым пойду и делаю список из 20-30 человек и как правило эти 20-30 человек делится тоже по этой формуле из 10 будет 2 то есть из 30 человек например будет только 6 продаж это примерно то есть неважно какой список маленький он или большой все равно будет всего из 10 человек 2 максимум ну у кого у кого больше у кого меньше то есть им это самая главная ошибка новичков которые делают они концентрируются на этих двух вместо того чтобы концентрироваться на основном списке то есть на полном списке людей это например там в среднем больше 200 человек у каждого этот список соответственно вероятность того что у этого человека купят гораздо гораздо выше так вот часа времени становится все меньше и меньше до закрытия корневой компании поэтому вели оплайн чтобы максимально быстро можно было отправить презентации людям то есть этим близким знакомым друзьям в краткие сроки обработать эти списки если коротко покажу как делаю 90 процентов новичков в среднем это 200 контактов у каждого и при классическом подходе всего две недели работают 90 процентов новичков проводят ну там максимум 15 презентаций при конверсии 20 процентов это будет 3 примерно продажи вот и соответственно есть затраты ресурсов временные денежные и в первом месяце в минусе оказываются вот если использовать оплайн то за две недели можно обработать больше 200 человек а если взяться серьезно то можно за один день 100 человек обработать то есть это когда существует ограничение по времени то есть лимиты по времени нужно огромное количество людей проработать если там проработать со структурой огромное количество людей то есть для лидеров то можно потратить очень много времени на проработку этих 200 контактов или отправлять презентации с помощью оплайн и проработать огромное количество людей для этого и был разработан оплайн чтобы можно было быстро быстро удобно комфортно проработать списке знакомых и так как работать с оплайн первое это проходим тренинг как работать как устроена оплайн следующее вбиваем импортируем контакты то есть ручками вносим следующее мы обзваниваем то есть теперь перед отправкой презентации мы обязательно звоним человеку и предупреждаем что мы ему отправим презентацию очень важно на видео которое человек должен обязательно просмотреть и вы договариваетесь когда следу о следующем звонке о повторном контакте следующее отправляем презентацию после звонка это видео презентация пять минут мы и чуть попозже увидим где ее можно найти отправляем презентацию и следующий это повторный контакт завершение сделки то есть после просмотра презентации как человек просмотрит и сразу можете контактировать и обязательно со спонсором завершаете сделку и следующая это дубликация то есть то чему научились вы сами обучаете нижнюю линию и дальше уже нижняя линия обучает дальше свою нижнюю линию то есть идет дубликация вас размножение и сейчас мы пройдем по всем этим шагам вместе со мной и так следующий шаг это вбиваем импортируем контакты еще раз я повторю можно найти оплайн по баннеру на главной страничке вот если нажать на баннер есть крестик вот здесь можно нажать на этот баннер и перейти на страничку то есть вам нужно будет щелкнуть загрузится начнем загружаться страничка с переходом на оплайн вот загружаются это один из способов то есть нажатием на баннер мы попадаем на страничку здесь вот заходим по центру и видим панель управления оплайн и нажимаем чтобы зайти либо второй способ это нажимаем партнером и нажимаем оплайн два способа либо баннер либо через верхнюю футер заходим партнером и оплайн вот и попадаем в кабинет вот у меня уже открыта версия итак мы попадаем в кабинет оплайн и самое первое что нужно сделать это добавить в нее важные контакты то есть это добавить команду это добавить свою первую линию то есть вы нажимаете бизнес менеджер это слева ссылочка находится менюшка нажимаете команда и строку поиск по электронной почте вот здесь вот и нажимаете своего нижнюю линию забиваете и чтоб можно было работать с нижней линии то есть вы видите всю статистику вот вбиваете почту и ищите своих людей следующее это нажимаем на контакты то есть кому мы будем отправлять то есть список наш знакомых друзей нажимаем на контакты и загружается страничка с добавлением контактов то есть вручную добавляем контакты как это сделать видите с правой верхней правом верхнем углу находится кнопка добавить новый контакт нажимаем и загружается возможность добавить контакт то есть имя фамилию язык общения обязательно ставим то есть на каком языке придет видео презентация человеку на каком он будет языке видеть потом добавляем имейл на который мы отправляем и телефон я здесь рекомендую чтобы не нажимать каждый раз на сохранить с перезагрузкой странички я рекомендую нажать добавить еще контакт чтобы можно было гораздо эффективнее добавлять больше людей без перезагрузки страницы то есть огромным списком забиваете вписываете людей и только потом нажимаете на сохранить когда уже записали нескольких людей это будет экономить ваше время и так я по удаляю лишнее мы добавили список людей составили свой какой-то список людей как составлять список людей то есть вы берете всех своих людей друзей и знакомых и вносите внесли составили этот список то есть без выбора будет человек покупать не будет вы никогда не знаете итак допустим мы сделали этот список и нажимаем на человеку мы хотим ему отправить презентацию прежде чем отправить презентацию мы нам нужно позвонить то есть мы должны предупредить что мы ему отправили наимело информацию то есть видео и если мы этого не сделаем то есть не будем звонить то тогда человек воспринимает как спам и вас может спам добавить поэтому обязательно чтобы увеличить конверсию результативность лучше звонить то есть обязательно звонить вот мы нажимаем данный контакт нажимаем вот справа по серединке у нас окошечко открылось нажимаем отправить презентацию и здесь мы видим вот тексты разговоров то есть есть уже готовые шаблоны для разговоров то есть как звонить для звонков вот образец звонка номер один это вот есть идея которой хочу поделиться и вот здесь прямо шаблончик написан есть второй шаблон для звонка это предложение бизнеса то есть вот я начал бизнес в котором вижу большой потенциал то есть такие два шаблончика если вам эти шаблоны не нравятся вы можете под себя сделать переработать или как переписать под себя здесь вот кнопочка есть справа внизу коронавш нажимаем на нее и теперь как в обычном редакторе текстовым работаем удаляем то есть меняем текст под себя если у нас какой-то если у вас есть какой-то свой шаблон для разговора так этот это звонок то есть это текст звонка то есть мы позвонили прежде чем отправить презентацию теперь сама презентация саму презентацию вот она находится здесь по центру по центру окошка презентация skyway вот и чтобы ее просмотреть нужно нажать на глазик то есть нажимаем я рекомендую обязательно просмотреть презентацию пять минут это то что будут получать люди когда вы отправляете презентацию то что они получат и просматривать это пять минут то есть это вы сами уже сделаете просмотрите эту презентацию то есть эта презентация составлена upline видео то есть и skyway capital это одобрил то есть презентация составлена грамотно то есть ничего лишнего нет в этой презентации далее у вас есть возможность шаблон выбрать для письма например вот такое что интересное вы можете выбрать вот можете выбрать обещанные видео идея то есть вы сами выбираете шаблон имела либо свой какой-то делаете и тогда last send presentation то есть последняя отправленная презентация у вас появится и здесь вы тоже можете корректировать как хотите здесь вот имя сразу подставляется под то есть вашего контакта кому вы отправляете и здесь нажмите здесь это будет расположена как раз ссылка с видео то есть человек нажимает и переходит на это на ссылку с видео на страничку с видео и мы составили это письмо то есть все нас устраивает то есть мы уже обзвонили и нажимаем тогда отправить то есть вот на эту кнопочку с внизу справа нажимаем отправить и текст пошел вот если мы же хотим отправить нашему контакту через социальные сети например там фейсбук или вконтакте тогда мы нажимаем вот здесь кнопочку то есть нам надо создать сгенерировать ссылку видео ссылку для этого контакта то есть для каждого контакта создается отдельная ссылка мы нажимаем копировать ссылку и вот здесь вот видим кнопочку копировать ссылку нажимаем на эту кнопку копировать ссылку и справа в правом верхнем углу вы увидите сообщение что ссылка скопирована ссылка успешно скопирована здесь появилась быстро вот и теперь ссылку вы скопировали и теперь можете эту ссылку сделать вставить там то есть ctrl v ctrl v либо пасты вставить ее в сообщение в социальных сетях и так наш контакт мы отправили ссылку неважно каким способом то ли через социальную сеть то ли через email мы начинаем смотреть следить что делал контакт то есть наш человек с этой ссылкой то есть мы видим что презентация отправлена время то есть активность пользователя далее мы видим что email открыт когда открыт email и мы видим на сколько процентов презентация просмотрена то есть там 5-10 процентов 50 или 100 процентов наш контакт просмотрел то есть мы сможем полностью увидеть что происходит в кабинете по этой ссылке далее мы видим активность пользователя то есть открыт центр ответов то есть какие-то вопросы были у контакта можно ему уже повторный звонок делать и спрашивать что наверно какие-то вопросы есть вот так же можно забить в календарь в google календарь календарь он синхронизируется с google календарем это следующее действие например позвонить и мы если хотим добавить комментарии то есть нажимаем кнопочку добавить комментарии и пишем здесь там позвонить либо повторная встреча повторный звонок и прочее то есть мы нажимая на наш контакт мы видим всю активность пользователя вот следующая возможность по данному контакту например какой-то определенный контакт мы можем выставлять метки или так называемые лейблы то есть материалы отправлены и мы нажимаем что мы отправили материалы и например вторая встреча у нас сделана то есть мы отмечаем на какой стадии продажи находится наш клиент то есть даже если мы через неделю забудем что у нас происходило когда мы очень с многими людьми работаем то мы можем вспомнить что на какой стадии и на каком этапе находится наш клиент наш контакт то есть мы можем ставить лейблы удобная система далее мы отправляем дальше так каждому человеку то есть индивидуально нажимая на каждого человека мы отправляем отправляем презентацию то есть мы нажимаем и нажимаем отправить презентацию то есть следующий контакт мы также нажимаем отправить презентацию если мы отправляем по имейлу то по имейлу отправляем если мы через социальную сеть то мы специально заходим на как вы на генерирование ссылки то есть копирование ссылки обязательно то есть вот скопир копировать ссылку то есть для каждого контакта создается своя индивидуально уникальная ссылка то есть вот копируем ссылку до сгенерировать ссылку нажимаем сгенерировать ссылку и для каждого контакта. Вот пишет, что апгрейд нужен мне. И вот так для каждого контакта мы генерируем ссылку и потом копируем ее. Итак, после того, как мы все всем нашим контактам отправили презентации. Следующий наш шаг – это повторный контакт. То есть при первом звонке мы договариваемся о том, что мы позвоним. То есть когда человек просмотрит, чтобы он обязательно посмотрел, мы договоримся, что мы позвоним и поговорим по этому поводу. И я рекомендую здесь обязательно звонить с тем человеком, который умеет отвечать на возражения. То есть если вы сами умеете отвечать на возражения, любые возражения человека, то есть вы уже опытный сетевик, то тогда сами. Если не умеете, то обязательно звоните с тем человеком, кто умеет. Это либо ваш, кто вас пригласил, то есть ваш спонсор, либо это какой-то лидер, который умеет отвечать на возражения. Обязательно. И рекомендация для лидеров – это работать со своей нижней линией, то есть помогать, отвечать на вопросы. Если у вас нет лидера, который умеет, или у вас лидер еще как тот же сам новичок, тогда обращайтесь к верхнему лидеру. Либо обращайтесь к региональному лидеру. То есть региональные лидеры уже обучены, обучаются и обучены уже обучены отвечать на возражения. Уже обучены тактики, стратегии, как отвечать на возражения. То есть они обязаны помочь, это их работа. Поэтому обязательно используйте региональных лидеров. И очень важно, да, уметь отвечать на возражения, потому что у человека возникают вопросы, естественно. И важно, здесь важно завершить сделку грамотно. И после того, как вы ответили на все вопросы, возражения человека, вы помогаете зарегистрироваться, либо приобрести пакет, либо там встречу назначаете повторную и завершаете тоже, либо сами, либо с лидером. И следующий шаг – это дубликация. То есть то, чему вы научились сами, то есть попробовали, получилось. Учите свою первую линию или отправляете на обучение тоже первую линию, чтобы они тоже умели это делать, то есть работать с инструментами. И тогда ваша нижняя линия проходит, тоже умеет и, соответственно, начинают тоже обучать. То есть идет дубликация ваша. По-настоящему дубликация, то есть ваше размножение, дубликация происходит, когда вы обучили в глубину три уровня. То есть самая настоящая дубликация произошла. Только если вы обучили вглубь три уровня и они стали самостоятельными, тогда произошла вот этот… Вы построили фундамент в сетевом маркетинге и вы уже… вас уже можно считать, что вы дублицировали себя. Это очень важный момент, который многие не уделяют, то есть не обращают на это внимание. Итак, я коротко рассказал основные моменты, как работать с Аплайн. Может быть, у вас появились вопросы. Задайте вопросы, если есть. Сейчас у нас есть время ответить на вопросы возникающие. Есть ли какие-то вопросы? Вопросов вроде пока нет. Виталий, у вас нет вопросов? Если что, можете спокойно задать вопросы. Либо сегодня, либо в следующий четверг задать и спросить, как это работает, почему это, почему это. То есть вопросы всегда приветствуются. Вопросов я пока не вижу. Наверное, все было понятно. То есть обязательно попробуйте сами, поработайте с нижней линией. Особенно важно, когда будет объявлено закрытие входа в корневую компанию, останется не так много времени. Очень-очень мало времени останется. То есть важно будет всем оповестить всех своих знакомых, близких, друзей. Потому что, когда вы заработаете, а вы заработаете, вам придут и скажут, почему вы не дали возможности, не рассказали об этом, об этой возможности им. То есть вы заработали и зажали, грубо говоря так, зажали информацию. Поэтому, чтобы вам не было таких претензий, вы можете быстро отправить, разослать эти презентации и потом сказать, ну, я предупреждал, я же говорил об этом. То есть вы переносите ответственность от себя на человека. То есть принятие решения уже принимает, когда вы отправили презентацию, человек просмотрел и уже сам принимает решение. Он уже не придет и не скажет, почему ты мне не рассказал об этом. То есть вы перенесли ответственность за принятие решения на этих людей сами. Это, в принципе, все, что я хотел рассказать. Если вдруг какие-то вопросы возникли, напишите, задайте, спросите. Вот, а так, следующий четверг я тоже в это же время буду, 8 часов, буквально за полчаса расскажу, покажу, как пользоваться аплайном. Если кого-то нужно отправить, отправляйте. Или приходите сами, еще раз посмотрите, куда нажимать, что для чего, как работает. Вот, а так у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Вот, я тогда заканчиваю. И тогда до новой встречи, до четверга. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok